Около ста тысяч лет назад был рожден Великий Воин и полководец Претеч, получивший имя Тень Раскулотого Солнца. Но для нас он более известен как Дидакт. Раз уж вы решили посмотреть видео про Дидакта, то вас наверняка также заинтересовала история древних Претеч. В таком случае рекомендуем к ознакомлению фанатский проект Halo Zatmene за авторством Андрея Елисеева из Russian Halo Club. Zatmene — это цикл из четырех иллюстрированных книг по вселенной Halo. Художники и иллюстраторы проекта Юлия Турчанинова и Дмитрий Кузин. События книг разворачиваются как в уже знакомых фанатам местах, так и в совершенно новых, и затрагивают разные хронологические периоды. Авторская цель состоит в том, чтобы ответить на ряд вопросов, оставшихся на периферии основной сюжетной линии Halo, и подготовить задел для нового научно-фантастического мира. Первый том уже в свободном доступе. Скачать можно по ссылке в описании. С самого рождения Тень был определен в касту воинов-служителей и проходил обучение у горюющей опобежденных, легендарном воине Претеч. В раннем возрасте Тень проходил через ряд генетических изменений, проходить которые ему помогал подтверждающий. Студенты Института стратегической обороны Мантии присвоили будущему герою кличку Дидакт во время его обучения, потому что считали его очень строгим и не менее требовательным учителем. Дидакт был повышен до защитника Мантии за 2000 лет до войны с древними людьми. Также он женился на библиотекаре, творце жизни. У них было несколько детей, которые пошли по стопам отца. Во время войны человечества с предтечами Дидакт управлял войсками своего корабля Приближение Мантии. Он показывал мастерство на поле боя в космосе как против людей, так и против потопа, одновременно воевавшим и с человечеством тоже. Несмотря на последующую победу в войне, Дидакт потерял своих детей, а после финальной битвы Дидакт и подтверждающий обнаружили на Чарум Хакоре, столице людей, статистную капсулу с древним существом, предшественником. В ходе разговора с изначальным Дидакт запечатал его на следующие 10 тысяч лет. О чем он разговаривал с изначальным, так и не было озвучено. Под конец войны, после обнаружения потопа, Дидакт выдвинул идею построить миры крепости и провести полное изучение остатков потопа. Но предводитель касты строителей, архитектор Фабер, выдвинул свой план, заключающийся в создании супероружия — Ореолов. Дидакту удавалось откладывать создание колес несколько тысячелетий, но в итоге судьи, верховные лидеры Претеч, прекратили строительство миров крепостей и отправили Дидакта в изгнание. Перед отправкой в Криптум он встретился с библиотекарем и выразил надежду на ее способность к предвидению, и что люди, находящиеся под ее опекой, не разочаруют ее. Дидакт Библиотекарь переместила Криптум Дидакта в земной кратер Джаманкин с целью спрятать его от Фабера. Спустя тысячу лет, во время возвращения потопа, Дидакт был освобожден юным звездорожденным, который был в поисках реликтов Древней Империи Предшественников. Дидакт решил, что его возрождение было планом его жены. Возвращение Дидакта привлекло флот Предтечи, но они не смогли вычислить его точное местоположение, так как в кратере была установлена маскировка. Дидакту удалось сбежать, используя корабль, выращенный прямо в кратере с помощью конструкторского семени, оставленного библиотекарем. С собой он взял звездорожденного и его проводников людей, Чакаса и Райзера. Покинув землю, Дидакт пытался выяснить, что произошло за время его заточения. Он установил курс на планету Чарум Хакор, где обнаружил реликты предшественников и активированный в системе Ореол, который уже уничтожил всю сложную органическую жизнь. При спуске на планету Дидакт обнаружил пропажу изначального. На Чакаса и Райзера, в свою очередь, спуск навеял воспоминания, заложенные в их гены библиотекарем. В надежде вызвать больше воспоминаний, они направились в родную систему Сан-Шаюм, в давние времена бывших союзниками людей. Но ныне находящихся под карантином предтеч. По пути в систему Сан-Шаюм, Дидакт внедрил мутацию звездорожденному, чтобы тот получил доступ к домену. Также Дидакт перенес копию своего сознания в юного предтечу, хотя они пробудились значительно позже. После прибытия в точку назначения, они встретились со старым другом Дидакта, подтверждающим. Однако на орбите над основным миром Сан-Шаюм, корабль Дидакта был перехвачен силами Фабера, подавляя восстание Сан-Шаюм. Дидакт со своими компаньонами был взят в плен. В последующих допросах Дидакт отказался разглашать информацию о мирах-крепостях и кодах управления ИИ класса соперник, хотя другие предтечи, в числе которых библиотекарь, считали, что Дидакт был казнен, но правда была гораздо хуже. Фабер оставил его вместе с рядом других предтеч умирать, будучи заключенным в стазис пузыри на заброшенном корабле в системе, контролируемой потопом. Тем временем копия личности Дидакта в теле Звездорожденного взяла на себя полный контроль над телом. После нападения ИИ нищенствующего уклона, предавшего своих создателей на столицу Империи Предтеч, новый Дидакт, Изо Дидакт, вернулся к библиотекарю на Большой Ковчег, где возобновил свою деятельность в качестве лидера военных сил Империи Предтеч по случаю возвращения потопа в галактику. На этом могла и закончиться история Дидакта, если бы не перебои электричества на корабле. Очнувшись из стазиса, Дидакт встретил других заключенных, которые рассказали ему о том, что их забросили на территорию, захваченную потопом, также известную как Ожог. Добравшись до мостика перед заключенными, предстали пейзажи, поглощенные потопом планеты. В отдалении виднелся флот потопа, который сокращал дистанцию. В это же время активировался древний артефакт предшественников, звездная дорога, которая направилась в сторону корабля. После еще одного захвата в плен, Дидакт встретился с Могильным Разумом, который унаследовал память изначального. Используя телепатию, Могильный Разум устроил пытки Дидакту, но он не собирался его убить. Вместо этого он хотел использовать Дидакта, чтобы посеять хаос в остатке Предтеч. После пыток Могильный Разум оставил Дидакта на корабле и отправил его в сторону точки, где Фабер собирал корабли. Встретившись с Фабером, Дидакт рассказал ему о том, как потоп поглотил всю семью Архитектора. Фабер, полный гнева, доставил бывшего воина к судьям. В ходе допроса здравомыслие Дидакта пошатнулось, так как он осознал, что контактировал с Могильным Разумом. Впоследствии привилегии Дидакта были восстановлены, хотя и за Дидакт все еще командовал армией Предтечь. Считая, что после захвата в плен Паразит узнал обо всех его стратегиях, Дидакт решил искать новый способ противостоять потопу. В попытках найти способ остановить заражение, он изуродовал свое тело и сделал себя иммунным Композитору, машине, способной оцифровывать сознание живых существ. Так Дидакт применил Композитор на своих подчиненных добровольцев. Затем Дидакт переместил оцифрованные сознания в боевые машины, известные как Прометейские рыцари. Хотя эти новые войны одержали победу над флотом, зараженным потопом, вскоре стало очевидно, что их количество слишком мало, чтобы остановить дальнейшее продвижение Паразита. Спустя 4 года Дидакт, Изодидакт и Библиотекарь встретились на планете Номдагра. В ходе их разговора выяснилось плачевное психическое состояние Дидакта. Он по-прежнему выступал против использования Орелов и настаивал на использовании новых стратегий против потопа. Дополнительно осложняло ситуацию то, что Дидакт считал прошлый отход потопа из галактики намеренным планом мести. Тем самым попытки Библиотекаря сохранить человечество было схоже с целью потопа, поэтому она была предательницей. Но их разговор был прерван атакой Паразита на планету, поэтому они втроем отправились на Большой Ковчег. Прибыв к Большому Ковчегу на отдельном корабле, Дидакт решил не покидать свой корабль. Пока к Ковчегу не прибыл потоп, Дидакт отказался участвовать в обороне и отправился на Ореол Омега, чтобы оцифровать людей, которые там находились. Он вернулся на свой мир-крепость Реквием, где создал из сознания людей еще большую армию — Прометейские Рыцари. Используя свою новую армию, Дидакт хотел уничтожить потоп и объединить Претечь, сделав из Реквиема центр новой Империи Претечь. Но Библиотекарь последовала за ним на борт приближения Мантии, обезврезила его и забрала композитор на установку 03. Библиотекарь поместила побежденного Дидакта в Криптум с надеждой, что он вылечится от безумия в ходе контакта с доменом и в конечном итоге поможет возрожденным людям в дальнейшем развитии. Но позже Библиотекарь узнала, что вместе с активацией сети Орелов будет поврежденный домен, тем самым обрекая Дидакта на заточение в тысячелетней тюрьме, в которой его гнев и безумие будут лишь только расти. 21 июля 2557 года Спартане 117 в попытках связаться с кораблем Кон Бесконечность пробудил Дидакта. Игнорируя план Библиотекаря, Дидакт провозгласил возвращение Претеч как правителей и спасителей галактики. В попытках создать себе армию рыцарей, он возвращает себе композитор и направляется к земле. В ходе битвы на приближение Мантии, Дидакт был скинут Джоном 117 в пропасть, а корабль был взорван ядерной боеголовкой. Для игроков, прошедших Halo 4, может показаться, что на этом история Дидакта подошла к концу. Но все же ему снова удалось обмануть смерть. Упав в яму, он переместился на установку 03, рядом с местом, где раньше хранился композитор. На место приземления была отправлена элитная группа спартанцев второго поколения, Черная команда. Они ничего не смогли противопоставить древнему воину и были жестоко убиты. Позже Дидакт встретился со Смотрителем установки и попросил отвезти его к кузне композиторов, пообещав не создавать новых прометейских рыцарей, так как Смотритель считал данные машины искусственным отродьем. В скором времени на установку прибыла Синяя команда, во главе с Джоном 117. Вступив в битву с Синими, Дидакт вместе с вновь созданными рыцарями почти убил 117-го и потерял свой глаз. Но ему пришлось отступить в центр управления. Джон последовал за ним вместе с Индексом. Дидакт посчитал, что спартанец собирается активировать Ореол, чтобы убить его, когда как Джон намеревался дать доступ Смотрителю к системам безопасности. Получив доступ, Смотритель отправил Дидакта в кузню, где тот был оцифрован, но не убит. Так и закончилась насыщенная история жизни великого воина Дидакта. Но, кто знает, возможно, в будущем 343 все же решат снова вернуть его. Ведь, несмотря на споры фанатов о качестве игр от 343, Дидакт являлся одним из самых проработанных злодеев во вселенной Хейла. Продолжение следует...